Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на новом, на первом сезоне вокального шоу проекта Crystal Voice, который презентует ресторан Karokki Nice Club. Мы решили сделать такого рода необычный проект, он первый в городе, для того, чтобы показать, что у нас в городе действительно много талантливых людей, много поющих, и мы хотим дать этим людям, молодым людям, возможность проявить себя каким-то образом, реализовать в дальнейшем. Сегодня у нас главный приз-конкурс, это гран-при, это запись песни на студии профессиональной звукозаписи, это съемка видеоклипа. А главная цель, как для меня вокального конкурса, раскрыть. Послушать, услышать новых талантов, показать себя, потому что практика показывает, что во многих вокальных конкурсах победители дальше не так популярны становятся, как некоторые участники, которые на самом деле очень яркие, которые запоминаются слушателю. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на то, что Crystal Voice это все-таки конкурс и обязательно будет победитель, тем не менее, никто из участников сегодня не уйдет без приза. У нас есть огромное количество партнеров, которым большое спасибо за их интерес к нашему конкурсу. Главный приз, первое место, это 5000 гривен от ресторана Karoki Nice Club. Второе место конкурса Crystal Voice это сертификат на обучение в вокальной школе Микаэля Келадзе, спасибо ему большое. Третье место нашего конкурса это бесплатная фотосессия. Для артиста это немаловажно, чтобы у него было свое портфолио. У нас есть премия зрительских симпатий и туристическая компания Imperial Tour VIP Club презентует поездку. Спасибо большое нашему партнеру студии звукозаписи SPK. Мы записывали на этой студии финальную песню участников и также они презентуют от себя приз, гран-при, запись на студии звукозаписи. Для участников это большой толчок, так как все-таки важно для каждого артиста иметь свое портфолио, запись профессиональную. Третье место Я горд за Одессу, потому что мне безумно такая гордость переполняла, когда в «Голосе Краины» я, Оля Богатыренко, Анна Ходоровская, те люди, которые доходили до финала. Анна Ходоровская, которая победила «Голос Краины», Аида Николаевичук, которая победила «Х-фактор». И вы знаете, это такой конкурентоспособный город, это такие мощные голоса. Я вам хочу сказать в первую очередь, как педагог с восьмилетним опытом, ко мне приходят такие ребята, и я понимаю, что за Одессу будущее. Субтитры сделал DimaTorzok У нас кастинги-отборочные туры перед финалом проходили на протяжении двух месяцев. У нас было два этапа кастингов в ноябре, далее у нас был полуфинал. На кастинги пришло к нам огромное количество ребят, это более 100 человек, из которых мы выбрали 20 человек на полуфинал, и сегодня 10 из них находятся у нас в финале. Также мы в дальнейшем планируем привлечь еще больше партнеров для того, чтобы наши участники, финалисты имели возможность получить путевку в так называемый наш шоу-бизнес, и мы всячески будем им в этом помогать. Именно этим отличается наш конкурс от всех остальных. Кроме того, что они получают приятные призы, получают бесценный опыт, они также имеют возможность попасть на телевидение, на радио. Мы будем всячески в этом им помогать. После полуфинала у нас точных 9 финалистов прошли в финал, а 10 участника мы выбирали путем интернет-голосования, которое проходило у нас на протяжении недели на сайте Найсклаба, так как это наш главный спонсор, наш вдохновитель, идейный ресторан караоке Найсклаб, было интернет-голосование, путем которого выбрали 10 финалиста, это Игорь Шашенко. Ему было труднее всего, потому что у него было меньше всего времени на подготовку. Я очень приветствую вот это начинание Найсклаба, потому что одно, что очень поддерживаю и буду поддерживать этот прекрасный караоке-клуб. Считаю, что караоке это условно сказано, потому что здесь по звуку все очень на довольно хорошем уровне, и конкурсанты работают с профессиональной аппаратурой. Я думаю, что это очень хороший толчок стимулированию, чтобы идти дальше. Конечно, клип, концерт это тоже хорошо, но основная задача победителя, наверное, будет идти дальше и работать в первую очередь. Перед тем, как выйти на сцену, меня жутко колотит. Потом на сцене я уже чувствую себя более или менее как своей, а потом уже после того, как уже финишная точка спета, то можно сказать, что я уже расслабляюсь только тогда. Это для меня огромный рост. Не захотелось поработать с такими хорошими людьми. И из-за этого, видимо, все у меня получилось. Я Лиана Ванесян, и сегодня я стала победителем первой премии и выиграла сумму в 5000 гривен. Как я говорю, душа побеждает всегда. И если душа присутствует, то, поверьте, музыка такая правдивая, что она вызывает слезы, она вызывает эмоции, она вызывает радость. Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Загидеренко Дмитрий, мне 19 лет. Выиграл гран-при. Очень этому рад. Соперники были очень тяжелые. Гран-при дает колоссальный опыт, конечно же. И на данный момент я вообще в жизни бьюсь к тому пути, чтобы стать певцом. Это задание номер один в моей жизни. Цель. А дальше все, вы уже знаете, как пустили корабль в море, и дальше они уже будут сами же капитаны всего. Они уже будут себе прокладывать какой-то путь, искать себя, пробовать. Я думаю, что здесь есть хорошие ребята, которые чего-то сделают. Я хочу поздравить всех зрителей канала GTV и не только с Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья, терпения, любви и понимания ваших близких. Ну и, конечно же, будьте всегда счастливы. Всем ребятам, с которыми сегодня мы бились в равном бою, желаю успехов в творческой карьере и также всего им самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok